Игорь Петренко, доктор политических наук, политолог, к нам присоединяется. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем перейти к этим всем вопросам, хотим спросить вас о визите президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Сегодня этот визит состоится, сегодня будет встреча с президентом Турции Реджепом Тейпом Эрдоганом. Какие цели визита, какие темы будут обсуждать и каких результатов ожидать? Какие цели? У нас есть свои цели. Это в первую очередь есть посыл со стороны президента Эрдогана, который сказал о том, что в основе мирных переговоров, точнее он не видит альтернативы формуле мира президента Зеленского предложенной. Это хороший посыл, поэтому, наверное, это то, что будет обсуждаться. Плюс с Турцией у нас есть совместные идеи и проекты в сфере оборонных индустрий. То, что сейчас очень активно находится на повестке Дня Украинской, активно продвигает и украинский президент, и Турция, она имеет хорошие возможности для производства соответствующего выражения, и коллаборацию с Украиной может иметь достаточно серьезную и достаточно успешную. Плюс Турция, она заинтересована в участии в том, чтобы восстанавливать Украину, отстраивать ее в разных инфраструктурных проектах. И это тоже, скажем, важный момент, который будет на повестке дня. В то же время, безусловно, Эрдоган здесь действует не только в интересах Украины, инициируя подобные действия, поскольку у него сохраняется определенная заинтересованность в Российской Федерации, а Путину перед выбором, ему тоже хочется, скажем, немножко снизить градус воинственности и дать, скажем, электорату определенную пилюлю, что вот смотрите, вот там Китай активничает, вот здесь, значит, Турция активничает, и, возможно, будет уже какое-то решение. Но, с другой стороны, у нас есть свои интересы, у нас есть своя повестка дня, с которой, очевидно, президент и едет на встречу с Эрдоганом. А еще, кстати, важный момент, это зерновая инициатива. То есть последние события четко показывают, что Украина защищает свои интересы в Черноморском регионе, на том, что мы можем обеспечивать безопасность, и в том, что, возможно, стоит расширить зерновую инициативу, не только тот коридор, который мы обеспечим, возможно, вернуться к формату, который был в Турции из ООН и с их уже договоренностью, из Российской Федерации. Но я думаю, что этот момент тоже будет обсуждаться, особенно понимая сложность ситуации на той же польской границе. Вернемся к европейской стратегии обороны и промышленности. Как она будет применена на практике, на что направлена, что даст Евросоюзу, и почему за режим военной экономики взялись именно сейчас? Смотрите, здесь это важное в любом случае очень движение, трансформация, которая, скажем, происходит, взялись не только сейчас. Просто нужно понимать, что Европейский Союз – это очень такая серьезная бюрократическая машина. И для того, чтобы им, скажем, принять решение и потом начать его имплементировать, здесь нужно определенное время. Угрозу, которую несет для него Российская Федерация на сегодняшний день. И то значение, которое имеет Украина в том, чтобы сдерживать Российскую Федерацию и давать время перестроиться Европейскому Союзу. Нужно понять, что после распада Советского Союза оборонная промышленность Европейского Союза сменила свое направление. То есть, если до распада Союза наличие Советского Союза как граждебных институций, структур и страны, им нужно было делать акцент на массовое производство определенных видов вооружения, для того, чтобы в случае необходимости сдерживать этот натиск и отбивать агрессию. После распада Советского Союза они изменили свою специализацию и они сделали акцент больше на технологичное оружие, на точечное его производство. То есть, они приспособились к рынку и, соответственно, делали то, что мог освоить рынок и опирались на то, что им большие такие запасы делать не нужно. Сейчас они понимают, что ту войну, которую ведет Российская Федерация, она предусматривает большое количество боеприпасов, разные техники и так далее. Поэтому им нужно время для того, чтобы это все перестроить, наладить все эти производства. И, конечно же, здесь тоже не будет опираться на Украину. У нас есть свои возможности производства, у нас есть уже успешные кейсы коллаборации, кооперации. И самое главное, что мы четко понимаем, что, как, где работает на поле боя, где, что нужно усовершенствовать. Мы предлагаем тоже технические решения, которые потом уже, скажем, встраиваются в серийное производство определенных видов вооружения. Поэтому здесь, я думаю, что Украина будет иметь четкое место в этой коллаборации. Единственный момент – это время. Время здесь, конечно же, для нас очень болезненно, поскольку тот дефицит, который мы сейчас ощущаем в вооружении, к сожалению, он конвертируется в большие потери. То есть мы могли бы, конечно же, этого изменить. Но сейчас происходят тектонические изменения и трансформации в Европейском Союзе, и для нас это хорошо. Если этот бюджет, эта программа предусматривается с 2025 по 2027, то что это означает в контексте Украины? Вот в эти года, в этот временной промежуток будет такое активное сотрудничество, а до этого будет подготовка или как? Нет, смотрите, это вопрос планирования. То есть на сегодняшний день уже есть много проектов, в которых привлечена Украина. Мы проводили форумы оборонных индустрий, это было у многих стран и так далее. Но они должны планировать, среднесрочное планирование, скажем, бюджета, закладывать и так далее. Да, это, скорее всего, будет уже поддержка тех проектов, которые уже начинаются на сегодняшний день. Ну, опять же, это вопрос времени, это вопрос планирования. Понятное дело, что производство вооружения имеет свой технологический процесс, который бы, как бы мы хотели ускорить, нам будет это сложно сделать. Плюс вопрос мощностей. То есть это производство, это создание заводов, это определенное оборудование, которое на ней должно быть, как правило, это роботизировано и так далее. А это тоже свои поставщики, которые их разрабатывают и так далее. Поэтому действительно для этого нужно время. Но это не означает, что вот в 2024 году мы просто сидим и ждем. Нет, уже ведется активная работа, загружаются уже те мощности, которые есть, проводится обучение, скажем, людей. Ну, вот поэтому это то, без чего мы бы тоже сейчас не обошлись. Но это будет постепенное наращивание. И поэтому бюджет, о котором сейчас мы говорим, он уже будет направлен на поддержание того процесса, который сейчас уже разворачивается. А сейчас тратят уже другие фонды, которые есть. Плюс, смотрите, задача такая. Как минимум увеличение на 2% от ВВП стран в Европейском Союзе и 0,25% это то, что должно идти для Украины. Не все к этому еще, скажем, пришли. Опять же, здесь нужна домашняя работа, скажем, которую нужно каждому провести. У каждого она имеет свои особенности. Вчера Франция и Молдова подписали соглашение об экономическом и, главное, оборонном сотрудничестве. Президент Молдовы заявил, что московский режим пытается контролировать Молдову при помощи энергетического шантажа, организации демонстраций, кибератак и даже разжигания государственного переворота. Как Франция может помочь Молдове противостоять Российской Федерации? Ну, здесь может быть много разных направлений. Это начинает сотрудничество в сфере кибербезопасности, противодействие разным ИПСО и другим, скажем, компаниям, которые может проводить Российская Федерация. Сейчас не может, а она и проводит. Дальше это помощь в модернизации вооруженных сил Молдове. Это поставка тоже необходимого вооружения для потенциальной угрозы, которая может, скажем, там происходить и раскачиваемая ситуация. Это вопрос экономической, безусловно. Также помощи, трансформация Молдовы, приведение ее, скажем, к стандартам Европейского Союза и так далее. Поэтому здесь достаточно широкий спектр. Но отдельно это гуманитарная сфера. Это вопрос, опять же, разных просветительских таких программ, образовательных и так далее. То есть в целом вопрос определенного культурного пространства, с соответствующими ценностями, которые будут формироваться в Молдове. Поэтому спектр здесь достаточно широкий. Позиция Франции интересна. В последнее время президент Франции занимает очень активную позицию в поддержке Украины за его заявление о том, что рассматривается такой вариант, как французских войск на территорию Украины в разных вариациях. И потом это очень много обсуждалось. Но, тем не менее, взбудоражило лидеров Европейского Союза. Вчера на встрече с лидерами парламентских фракций Макрон заявляет о том, что Франция не намерена устанавливать красные линии в вопросе поддержки Украины. Как бы вы прокомментировали эту новую лидерскую позицию Эммануэля Макрона и Франции в целом? Безусловно, смотрите, нам импонируют такие заявления, которые мы слышим от Макрона. Но пока, как мы видим, есть определенный диссонанс с заявлениями Макрона и с тем, как они воспринимаются остальной частью европейского сообщества, в том числе того же Шольца и так далее. Плюс, мне кажется, что в первую очередь Франция могла бы показать лидерство в вопросе поставок вооружения в Украине, поскольку, допустим, та же Германия, она больше поставляет Украине. Возможности у Франции они есть. И следующий шаг было бы логично тогда уже делать в вопросе обсуждения того присутствия иностранных контингентов в Украине в той или иной форме. Плюс такое бы заявление лучше делать, когда ты уже имеешь определенный уровень согласования или понимания. Ну, согласитесь, что это не очень звучит хорошо, когда выступает Макрон, делает подобные заявления, а потом мы слышим диаметрально противоположные заявления. То со стороны Шольца, то со стороны других стран, это тоже вызывает негодование, и это показывает, что единой позиции нет. Поэтому отсюда заключается вопрос. Каждое решение и заявление его лучше подготовить, чтобы иметь следующую подспорь. И так получается, что вроде как мощный сигнал, который должна была быть услышать Россия, я думаю, что она услышала и немножко, скажем так, испугалась этого, но было бы классно, если бы оно сразу нашло поддержку, что вот в каком-то формате мы там рассматриваем со стороны наших других партнеров. Это было бы более, скажем так, основательно и серьезно. В то же время Чехии там подхватили эту инициативу. Поэтому в целом нужно смотреть, что будет следующее. Дальше за этими заявлениями. Поскольку мы с вами много разных заявлений слышали, многих там обещаний и так далее. Поэтому я думаю, что сдержанно спокойно и такие заявления нам нужно использовать против Российской Федерации. Как мы это можем? Тоже в разных компаниях и так далее. Ну и, конечно же, просить Макрона, если он говорит А, то, значит, делать Б. Делать акцент не на том, чтобы говорить, а на том, чтобы, скажем, делать. И это уже было бы действительно хорошим результатом. У разговора о некой конфронтации между Шольцем и Макроном действительно есть ли между ними какие-то недоразумения? Если да, то в чем их корень? И как это может отразиться на Украине и на помощи союзников в Киеву? Ну, смотри, здесь нужно смотреть немножко шире. Есть всегда определенная конкуренция между Францией и Германией. То есть за лидерство в том, кто главный в Европейском союзе, на кого нужно ориентироваться. Эти две страны действительно являются локомотивами Европейского союза, экономического, промышленного и так далее. Но до этого еще там была Британия. Конкуренция была, скажем, на троих. Часто Британия проявляла лидерство. А сейчас это осталась Франция, скажем, и Германия. Поэтому есть определенный дух соперничества между ними. Сейчас что произошло? Вот до последнего этого скандала с немецкими военными и обсуждением Таурусов Германия сделала прорыв. В вопросе лидерства в помощи Украине, поставок соответствующего вооружения, пакеты. Допустим, тот же договор в сфере безопасности, который был подписан с Германией, он предусматривал в 2024 году, по-моему, 7 миллиардов поставок соответствующих для Украины. Это тоже достаточно неплохо. Последние оборонные пакеты были достаточно большие, в том числе и в вопросе снарядов и так далее. Со стороны Франции пока такого не было. Да, президент говорил на пресс-конференции, что Макрон скоро приедет, и там уже вроде как согласовали поставки соответствующего вооружения, и там вроде как было достаточно много чего интересного для нашей страны. Ну, посмотрим. Поэтому, очевидно, здесь не очень Макрону понравилось лидерство Шольца, и поэтому он решил тоже, скажем, вклиниться в этот процесс, ну и сделал вот такие громкие заявления. Но, опять же, самое главное, это не вопрос заявлений, а вопрос реальных действий. Поэтому, если сейчас Макрон сделает такое заявление, по-разному оно было встречено со стороны других европейских партнеров, то я надеюсь, что это конвертируется в кратное увеличение помощи Украине, военной помощи со стороны Франции хотя бы. Ну, а дальше будем смотреть. Вы абсолютно правы, Игорь. Спасибо вам большое. Игорь Петренко, политолог, доктор политических наук, говорили о помощи Киеву союзников и о том, как Евросоюз предлагает привести оборону промежности Европейского союза в режим военной экономики, что это означает и для ЕС, и для Украины. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok